Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 20 августа, вторник. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Масштабная волна атак ВВС Израиля в Ливане, целью стали склады ракет. Офицер-десантник убит израильским авиаударом. Прокуратура Израиля предъявила обвинение иранскому шпиону, который проживал в Ромадгане. Иран пытался повлиять на американские президентские выборы. Украинские военные сейчас контролируют 92 населенных пункта на территории России на площади 1250 квадратных километров. В Евросоюзе арестован изготовитель фальшивых банкнот на 11 миллионов евро. Бывшую журналистку газеты «Ведомости» приговорили к семи годам колонии за убийство мужа. Это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Вечером 19 августа ливанские и мировые СМИ сообщили о том, что Цахал провел масштабную волну атак по Ливану, в том числе в глубине страны. Информагентство Reuters сообщило, что целью атак были склады оружия Хизбаллы в районе города Баальбек на северо-востоке Ливана. Ливанская газета El Maedin сообщила, что израильские истребители нанесли удар в 70 километрах к северу от границы Израиля и Ливана. По словам двух источников, в ливанских службах безопасности целью удара был склад ракет Хизбаллы. Другие ливанские СМИ сообщают об израильских авиаударах вблизи деревни Набичит, также на северо-востоке Ливана. То, что целью были склады оружия, косвенно подтверждают и видеоатаки, появившиеся в соцсетях. На них видно, что после поражения объектов продолжается детонация боеприпасов. Офицер-десантник убит израильским авиаударом. Армия обороны Израиля сообщила о серьезном инциденте в секторе Газа. 21-летний лейтенант Шахар Бен-Нун был убит сегодня утром в Ханюнисе в результате удара израильских ВВС. Шахар Бен-Нун командовал группой спецназа десантной дивизии Цанханим. Он погиб в результате обрушения здания, в котором находился. Израильский самолет F-15 случайно нанес удар по квартире рядом с местом, где находился офицер. Истребитель отклонился от цели своей атаки на сотни метров. ВВС расследует инцидент. Согласно первым выводам, причиной трагедии стала не человеческая ошибка, а техническая неисправность в вооружении самолета. Прокуратура Израиля предъявила обвинение иранскому шпену, который проживал в Рамадгане. Прокуратура предъявила жителю Рамадгана Эдину Дабасу обвинение в сотрудничестве с агентом иранских спецслужб. В течение четырех месяцев израильтянин выполнял его задания, понимая, что работает на вражескую разведку. И получил за свои труды 12 тысяч долларов в криптовалюте. Агент иранской разведки связался с Дабасом в мессенджере Телеграм и без ухищрений предложил сотрудничать за хорошее вознаграждение, обещая сохранять конфиденциальность. Дабасу инкриминируют распечатку и развешивание плакатов, призывающих к военному перевороту, а также раскрутку телеграм-канала Народная армия, целью которого было установление контактов с израильтянами, получение фотографий разных объектов и персоналей, доставка посылок и т.д. В обвинении отмечается, что израильтянин документировал выполнение заданий и отправлял отчеты вражескому агенту. Дабас был заинтересован в продолжении контактов с иранским разведчиком, порой предлагая свою помощь в выполнении различных миссий. Прокуратура предъявит шпиону дополнительное обвинение в хранении различных видов наркотиков, не предназначенных для личного пользования, включая метамфетамин и кокаин. Иран пытался повлиять на американские президентские выборы. Разведывательные службы США пришли к выводу, что Иран стоит за взломом, направленным против президентской кампании экс-президента США Дональда Трампа, действующего президента Джо Байдена и кандидата в президенты Камалы Харрис, сообщает Associated Press. В заявлении разведслужба отмечается, что это были и попытки влияния на американское общественное мнение и кибератаки. Особое внимание со стороны Ирана уделялось компрометации предвыборной кампании бывшего президента Трампа, говорится в заявлении ФБР. Американская разведка пришла к выводу, что Иран добивался доступа к лицам, имеющим прямое влияние на президентские кампании обеих политических партий, чтобы повлиять на избирательный процесс в США. Представитель предвыборного штаба Стивен Чунг заявил, что целью атаки было вмешаться в выборы и посеять хаос в демократическом процессе. Он не стал называть страну, чьи представители осуществили взлом. Однако штаб Трампа получил отчет компании Microsoft, согласно которому речь идет об Иране. Украинские военные сейчас контролируют 92 населенных пункта на территории России на площади 1250 квадратных километров. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Зеленского, сейчас ВСУ укрепляют позиции и увеличивают число пленных россиян, которых в дальнейшем планируется обменять на украинцев. В целом эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена, мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию. И это весомый результат. И это одна из наших целей. И наши действия продолжаются, заявил Зеленский. В Евросоюзе арестован изготовитель фальшивых банкнот на 11 миллионов евро. По данным Европола, фальшивомонечек работал в напоминавший бункер подпольной типографии. По версии следствия, мужчина выпустил более чем 27% всех поддельных евробанкнот, обнаруженных и изъятых из обращения в 2023 году. Предполагаемый преступник использовал несколько национальных и транснациональных каналов сбыта преимущественно во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что поддельные защитные элементы на банкнотах, в том числе голограммы, были высокого качества. По данным немецкого федерального банка, число фальшивых банкнот евро в обращении в Германии выросло в 2023 году более чем на четверть. Самой популярной банкнотой у фальшивомонечек оставалась купюра в 50 евро. Бывшую журналистку газеты «Ведомости» приговорили к 7 годам колонии за убийство мужа. Она рассказывала, что он избивал ее 15 лет. Суд в электростале Московской области приговорил к 7 годам лишения свободы бывшую журналистку РБК и «Ведомости» Оксану Гончарову за убийство бывшего мужа Алексея Самусева. Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева на сумму 2 миллиона рублей. Прокурор требовал для Гончаровой 8 лет колонии. Гончарова убила гражданского мужа и отца ее двоих младших детей в сентябре 2022 года. По ее словам, Самусев с другом пришли к ней домой без приглашения и начали пить водку. Потом между Гончаровой и Самусевым началась ссора, в ходе которой он напал на нее с ножницами. Журналистка выхватила их и ударила нападавшего. Позже он умер в больнице. По словам Гончаровой, Самусев избивал ее на протяжении 15 лет. В течение этого времени она неоднократно фиксировала побои и писала заявление в полицию. Самусев был трижды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и угрозу убийством. Во вторник 20 августа в Израиле ожидается переменная облачность, жара немного спадет, и температура примерно будет соответствовать средним сезонным показателям. Но высокая влажность воздуха останется, особенно в южных и восточных районах. Ветер утром на побережье Средиземного моря и на большей части страны юго-западный 5-10 км в час. В районе Мертвого моря до 20 км в час. Днем ветер западный и северо-западный 15-25 км в час. Высота волн в Средиземном море до 70 см. Температура воздуха днем в Эйлате 41 градус тепла, в Ашдоде 31, в Бершеве 34, в Хайфе 29, в Иерусалиме 30, в Тель-Авиве 30 градусов тепла. В среду 21 августа существенных изменений не ожидается. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.